Добрый день, я Умурзаков Ермек Распекович, сегодня вас приветствую на курсе Ельбайлага, это очень интересная будет, я думаю, тема для наших зрителей. Теперь давайте более детально остановимся на содержании именно животных в зимний период, холодный метод содержания. Что это такое? Это открытые загоны, в среднем на голову 2-3 квадрата, открытые, как сейчас у нас говорят модными словами open space, коровы должны находиться свободно от 3-5 квадрат-метров для одной головы, чтобы оно могло спокойно передвигаться внутри. Очень важно загоны, в загонах очень важно просчитать именно радиус стека воды, да, это где-то полтора-полтора градуса именно наклоны, это чтобы жижа в весеннее время уходила в лагуну, чтобы не оставалась на площадке. затем ветрозащита, да, что можно, животное оно боится чего? Это влага, сырость и ветер. Это два основных составляющих момента, когда животное начинает худеть, болеть, если оно находится в сырости, в грязи, затем ветром это если добивается, вы просто потеряете поголовину, и очень важный момент это глубокая подстилка, да, это солома, вы даете возможность животному сухое как бы подстилку, где животное может отдыхать, лежать и быть в комфорте, это глубокая подстилка, оно как бы, ну это отход, да, этот от зерновых, от ячменя, от пшеницы, берете солому трубчатую, да, в виде трубки, или мы в свое время использовали камыш, и она тоже имеет такую как бы формулу, всасывать в себя влагу, она тоже трубчатая, но оно делается именно в том месте, где вы можете построить ветрозащиту, это очень важно вам определить ветровые угрозы, да, как бы откуда у вас дует ветер, вы должны подсчитать так, чтобы ваша ветрозащита стала напротив ветра, чтобы вы дали защиту именно животному защититься от этого ветра, ну ветрозащита вот она тоже очень простая конструкция, вы делаете или из железа, или из деревьев, древесины, как бы без разницы, делаете стену, чтобы между, сама стена, она должна иметь определенное небольшое промежуток открытой полости, где там сантиметра два, чтобы ветер мог проходить через стену, это ломает направление ветра. Если вы сделаете глухую стену, да, завтра снегом все надует, и она как бы вихрем накроет именно то место, где будет находиться животное. Если будет открытый где-то два, полтора-два сантиметра между стенками будет такой небольшой просвет, ветер будет проходить через стену, но само направление ветра на два-три раза уменьшает, да, скорость ветра. И высота. Один метр этой стены покрывает три метра глубину. Если вы ставите три метра высоты, это девять метров глубины, животное может укрыться. Точка открытости это девять метров. Да, есть поголовье, которое у вас будет там молодняк или там больное, да, которое там требует определенного момента, где вы должны быть ухаживать за ним. В каждом хозяйстве должно быть, ну, это самое важное, я думаю, строение во всем хозяйстве, это ветпункт. У вас должен быть ветпункт, где вы будете проводить все свои процедуры. Это та затрата, которую там вы должны внести, да, затраты. Это вы должны будете построить, сейчас очень много конструкций, которые строятся, да, сэндвич-панель, оно не обязательно там отапливаемое должно быть, да, как бы, оно должно быть, самое главное, оно должно быть светлое. Вы там должны будете установить свой станок, фиксатор, да, который будет фиксироваться животное, где вы будете проводить все свои ветеринарные работы. И сам коралл, да, это вот загон самой животным, как оно будет заходить, выходить, где вы будете вот это строение планировать. Там же может находиться и офис, да, там небольшой офис, где ваши будут там ветеринары находиться, да, или вы сами как там учет вести, какую-то небольшую бухгалтерию, да, финансовую часть. Это небольшое строение. И кормовой стол, да, это очень важно, кормовой стол, где вы будете кормить свое животное. Это, ну, может быть, бетонное строение, это может быть из дерева, да, как бы, это все зависит от железной трубы, это все зависит от бюджета фермера, да. Но самое главное, перед кормовым столом должно быть площадка, это бетонная площадка, где-то от двух до трех метров, чтобы животное, когда подходит к кормовому столу, оно с собой вот эту грязь оставляло там, чтобы оно не заносило вот эту всю инфекцию сам в кормовой, в корм. Так как весной, осенью бывают дожди, когда грязь, сляк, отсервано, оно должно выходить на чистую поверхность и, там, три метра, пока она доходит до кормушек, оно все по дороге остается. Это очень важно. И, как бы, расчет на голову, да, там, где-то 60-70 сантиметров. Это кормовой стол, сама кормушка, и вы, примерно, сами планируете уже загон. Ну, загон, он должен быть очень простой. Загон, он делится, например, там, по группе, по половозрастной группе, да. Вы не можете, там, взрослых коров с молодняком поставить или, там, быков производить, или, там, с младшими быками производить. Если у вас поголовье, например, 150 голов, это у вас где-то минимум два-три загона должно быть. Это быки-производители отдельно должны быть, молодняк у вас должен быть отдельно находиться, да, и взрослое поголовье, которое вы будете содержать. Ну, это уже дальше по загонам вы сами будете смотреть, как вы хотите, как бы, располагаться, да, там, по 100 голов, по 50 голов, да. Для управления процессом, чем меньше поголовье, тем легче управлять процессом. Это тоже очень важно. Когда вы будете делать загоны, тоже рассчитывайте поголовье. В одном загоне сколько голов вы готовы содержать, чтобы управлять, кормить, и чтобы в будущем сам процесс был для вас удобен. Вы должны запланировать свой отел, например, там, в течение, там, 30-40 дней у вас должно пройти вот этот весь отел, и вы должны четко понимать, что он начнется, там, в феврале, закончится, там, в марте. Вы не можете его тянуть, там, на 5-6 месяцев. Это экономически неправильно, это очень будет занимать времени, это будет неправильный учет, это будет разный возраст телят, это будет разная вакцинация, это разные болезни, разный контроль, разная подкормка. Ну, это все будет вот так у вас, непонятном русле. В связи с этим вы должны четко понимать, что ваш отел должен быть туровый, и он четко должен быть фиксированный от 30, там, до 40 дней. Все, это, как бы, по голове 100 голов, я считаю, как бы, это самый оптимальный период отела. На одного быка идет нагрузка где-то 25 коров. Ну, если у вас 100 коров будет, это где-то 4 быка плюс 3 быка, там, для подстраховки. Но для этого ваши быки должны 100% перед случкой должны быть проверены на подвижность спермограммы, на болезни, которые, венерические, которые передаются половым путем. Это все должно быть сделано до случного сезона. И само состояние быков должно быть готово в средней упитанности, как говорится, заводской упитанности, чтобы он не был заплывшим там жиром, очень там откормленный, или быть таким худым, что он не будет в состоянии оплодотворять. Так и само маточное по голове, оно должно быть проверено каждый сезон после случного сезона нужно делать выбраковку от 15 до 20 процентов, в зависимости от состояния коров, состояния, возраст по голове. Если, как бы, корова за определенный период, случной период, оно не оплодотворилось, желательно такое по голове сокращать, так как это передается и наследственность, она может на следующий год забеременеть и через год быть яловой. И, как бы, вот эти моменты должны четко контролироваться. Зимний отел вам нужен будет помещение, где вы будете принимать отел. Отел – это первые три дня, да, после отела теленок должен находиться с матерью где-то три дня. Это привыкание, это правильно, как бы, теленок узнает мать, мать узнает теленка. Пара, да, это очень важно, вот эту пару создать в течение трех дней, чтобы теленок научился правильно подходить к матери. Вот для этого вам нужно будет помещение, где вы должны будете теленка четко понимать, получил он молозию, достаточно ли молока у матери. Бывают буйные матери, да, они убивают теленка, да, первые телки, бывает, там, затоптали. Тогда вы должны помочь той же, там, первой телке, да, адаптироваться, там, немножко стресс. Есть препараты, которые успокаивают, да, ну, родовой шок, да, это бывает, как и у людей, и у коров бывает родовой шок, когда корова начинает агрессивно вести. Вы должны будете вот этот момент проконтролировать. когда вы можете это все контролировать в помещении, вы можете это все под своим контролем, да, потому что теленок – это ваш единственный заработок в будущем. Вы его должны всеми методами, всеми способами сохранить. Из-за этого, как бы, мы более, мне почему зимний отел, он нравился, я мог контролировать весь процесс. Затем, через три дня мы выводили теленка, тоже открытые загоны, тоже глубокая подстилка, хорошая ветрозащита. Но у нас были небольшие такие сооружения, где-то на, где-то 4 на 10, да, где-то на голову, там, 0,5 квадратов на теленку, это где-то 4 на 10, 40, это где-то 8 стелят мы могли там содержать. И рядом небольшой загончик, где-то, ну, коровы тоже матери. Вот процесс пары, мы три дня, он находится в родильном помещении, там, небольшая клетка 3 на 3, да, там, это где-то, даже можно 2 на 3, 2 на 2, ну, уже смотря на ваше поголовье, да, какое у вас поголовье, есть ангусы, геррифорды, да, как бы они требуют больше пространства, так как они физиологически они большие, да, там, 500, 600, до 700 килограмм доходят. Ну, в среднем где-то 3 на 3, небольшой загон, и вы должны просчитать, например, сколько у вас отела будет происходить за, там, сутки, да, там, и с расчетом 3 дня у вас должно быть запас мест, например, если у вас в день, там, будет проходить, в течение, там, двух месяцев будет, ну, 60 дней делим на 100 голов или, там, 40 дней на 100 голов, это в день где-то 2-3 теленка будет телиться, да, и вот считайте, 3 теленка в день телится, это у вас 3 загона, и вот считайте, у вас 3 дня, на третий день первые, первая группа выходит на улицу, это 3, 3, 3, 9, 10 загонов у вас должно быть на, на вот, которые вот только отелились. Получается 10 загонов, если грубо брать у вас 40 дней отела, 100 голов, с расчета, там, сколько, мы посчитали, 3 головы в день, это где-то 10 загонов, плюс запас, там, еще 10 загонов для, там, слабых, которые, там, потеряет мать, ну, 20 загонов, это небольшое такое помещение, где вы будете принимать отел, там должен быть небольшой фиксатор, когда бывает трудный отел, большой плод, задержка последовая, ну, есть моменты, это тоже должно быть оперативно, вы должны зафиксировать, или я рассказывал, там, буйные коровы, вы тоже должны будете зафиксировать, где вы можете успокоить или помочь природу. Телят, после трех дней мы выводили телят на улицу, на открытый загон, но создавали им условия, вот, там, 4 на 10, небольшое такое помещение, ну, все должно быть хозспособом, да, там, не надо, там, супер, там, отапливаемое помещение, такое не надо. Туда только заходили телята у нас, телята через маленькую дверцу, там где-то 30 телят, 40 телят спокойно помещалось, и оно там тоже была глубокая подстилка, очень большая подушка была, где-то под метр солома, и телята вышли, пососали, зашли, и уже находятся в тепле, морозы, не морозы. И в этом загоне мы их содержали где-то от 10 до 2 недель, да, как бы, 3 дня там, там, 10-15 дней там, это уже получалось, ну, если 40 телят у вас вмещается, в принципе, у вас есть возможность содержать этих телят в этом загоне. Если вы уходите на весенний отел, вам не нужны будут эти все затраты, вы весь этот процесс будет проходить на пастбище, но там нужен будет человеческий присутствие человека, там, ветеринара или вас самих, вы должны будете контроль вести, да, как бы, ну, для этого вам нужно будет, наверное, создать какой-то небольшой такой мини ветпункт на пастбище, где вы можете загнать, там, корову, помочь ей с отелом или обработать, какую-то там обработку провести, тоже это все хозспособом делается. Приходит время отбивки, осенью вы будете их отбивать, зимних телят вы отобьете пораньше, так как они уже будут подходить по возрасту 6-7 месяцев, они будут чуть раньше подходить, вы их отбиваете. В этот момент очень важно, чтобы теленок не получил стресс, потому что от стресса тоже восстанавливается очень тяжело, это во время стресса молодняк начинает очень сильно падать иммунная защита и начинается очень много болезней, это именно дыхательная, именно респираторка, самое слабое место у КРС, это респираторные заболевания, оно начинает очень сильно развиваться. Для этого, прежде чем отбить теленка, мы проводим вакцинацию против респираторки, это за месяц отбивки, мы готовим иммунитет молодняка, чтобы он был готов к этому стрессу, вы хотите этого, не хотите, но стресс он будет, но с помощью ветпрепаратов мы готовим телят к этому стрессу, именно защищаем респираторку. Затем после отбивки очень важно подготовить, где вы будете их принимать, как вы будете их отбивать. Отбивать на площадке, рядом матери будет сутки стоять, потом вы матерей заберете, это минимум, это самый идеальный вид отбивки телят, когда теленок не понимая, через сутки отнимает матерей, или вы сразу будете их с пастбища забирать и привезете на площадку. В этой ситуации вы должны понимать, что минимум стресса. Затем после того, когда телята приходят на площадку, вы должны обеспечить их тоже, должна быть очень хорошая подстилка, так как вы будете их отбивать уже осенью, вечерами прохладно, вы должны обеспечить глубокую подстилку, вы должны обеспечить водопой, это очень важно, потому что во время стресса они будут очень много употреблять грубых кормов, очень хорошего качества, очень доступно оно должно быть, очень много должно быть. Телята будут во время стресса, они очень много будут употреблять грубых кормов и в этот момент вы должны будете создать эти все условия, чтобы минимизировать этот процесс. Затем через два-три дня, как этот процесс проходит, телята успокаиваются, они начинают стабильно употреблять корма, вы начинаете составлять рацион, добавляете. Так как ваш молодняк, если вы на пастбище их уже подкармливали концентратами, они уже будут готовы, их организм, и потихоньку начинать процесс кормления. Я думаю, сам процесс кормления для молодняка это очень такой научная работа, это работа зоотехника, когда перед ним стоит задача, вот я до этого сказал же, годовалом возрасте они должны достичь того веса, который я озвучивал до этого, 320-350 килограмм для тёлок и где-то 350-380, ну 400 килограмм для бычков. Если мы их отбиваем где-то 220 килограмм в шести месяцев, шесть месяцев это наша задача получается 180-200 килограмм набрать. Ну вот и считайте, расчет ваш получается шесть месяцев это где-то грубо 180-200 дней, это в среднем ваш привес должен быть грубо килограмм в день. Ну первые две-три недели у вас не будет такого привеса, у вас будет отвес, у вас будут минусовые показатели, да. Затем через две-три недели начнется там 200 килограмм, ой 200 грамм, 300, 400, 500 и самые последние месяцы у вас будет привес очень хороший должен быть, это от кило 200 до кило 400, чтобы догнать вот этот минус, чтобы у вас в течение шести месяцев в годовалом возрасте достичь этих результатов. Для этого вот эти основные моменты вы должны смотреть. И кормление, двухразовое кормление, это утром-вечером, правильное кормление, вот если ему положено там 10 килограмм получить кормов, он должен получать, он не должен получать 12 килограмм или там 8 килограмм, он должен получать стабильно 10 килограмм и в одно время он должен это все получать. Если у вас будут скачки по весу кормов, по времени кормов, и так и у вас будет сам процесс при весе молодняка. По мере роста он у вас идет по нарастанию. Грубо говоря, если так брать, для начинающих корм должен составлять, например, 2,2% от живого веса. Если теленок весит 40, при отбивке 200-220 кг, это 2,2% от считываете сухого вещества. Сухое вещество – это убираете влагу с кормов, например, зерно составляет почти 85% сухого вещества. Если брать килограмм ячменя, это где-то 850 г сухого вещества. Грубые корма – это почти 90%. Если брать килограмм грубых кормов, это где-то 900 г. И сочные корма – это где-то 35% сухого вещества. И это все формулируется в виде рациона. И грубо говоря, на 220 кг 2,2% – это где-то выходит 5-6 кг сухого вещества в кормах. И каждый рост, например, если он 220, в следующий месяц 240, вы рассчитываете 2,2% от живой массы тела. Это просто такая формула, чтобы человек понимал, как он должен кормить и как он должен дальше двигаться. Но вы должны учитывать тот момент, что это не от корм, это естественный рост. Потому что, чтобы теленок рос каркас и скелет, чтобы развивался одновременно, вы должны его кормить очень правильно. В репродукторе концентраты против грубых сочных кормов – это 30 на 70 соотношение. 30% – это канцкорма, молодняк может доходить до 40%. И 60-70% – это грубые сочные корма. Вы не можете дать молодняку очень много концентратов, чтобы в будущем остановился рост. Это все должно быть естественно. Так как телка должна естественно своему возрасту и ростом подойти, и весом, также и бычок должен вырасти каркас, чтобы мясо накладывалось. Основные моменты именно зимнего содержания молодняка в росте. Это хоть будет у вас весенний, хоть зимний отел, вы будете стараться их после отбивки доводить до годовалого возраста. Это уже все зависит от вашего стойлого содержания. И в годовалом возрасте, если он даст 400-450 кг, грубо, для годового теленка, я считаю, это очень хорошие результаты. И 350 кг для телок – это должна быть ваша цель. Затем фермер, например, он продает в таком возрасте. Затем, если покупатель покупает, например, если вы его продали в апреле, в мае, случайный период у кого-то наступает в июле, в июне, как раз к этому возрасту бучок подходит 13-14 месяцев. Он подходит хорошим производителям. Возраст 13-14 месяцев, вес будет где-то 420-450 кг. Я считаю, это идеальный бучок, который может работать в нагрузке 15-20 коров. И также по телкам тоже 13-14 месяцев. По моему опыту я их как бы осеменял. Средний вес где-то 380-400 кг. Это идеальный возраст и вес. Вот основная задача при стоиловом содержании молодняка вы должны стремиться к среднему. Где-то 200 кг за 6 месяцев, чтобы молодняк получил. А в откорме, например, начинается с 10% концентратов. И на финишное оно доходит до 80-90% именно концкормов. Здесь уже идет более на массу тела, как бы работаем. В откорме там есть определенные цели. Например, мраморность получить. Должен быть вес такой-то определенный. Сама структура животного должно быть. А в репродукции вы должны более переживать за естественный рост. Он не должен там... Да, вы можете там откормить его в день 2-3 кг. Тот же ангуст может при интенсивном откорме. Он может там 1,5-2 кг получать. Но он в итоге за 6 месяцев вырастет просто там колобок получится. Который жирный такой. Который не готовый к оплодотворению. Или не готовый, который будет давать ту функцию, для чего вы его выращивали. И здесь немножко на откорме. Например, там очень такой интенсивный откорм. Когда идет очень белково, идет как бы зерновой откорм. Зерно, это вы понимаете, энергия. Оно сжигает внутри. Само КРС, оно является как бы жвачное. И внутри есть у него чуть, в желудке у него вот эти книжки, которые имеют определенную структуру желудка. При интенсивном откорме оно сжигается все. Оно становится... По структуре это как у свиней желудок. Он употребляет все подряд. Такое животное уже в будущем, оно не сможет существовать на пастбище. Оно если выйдет на пастбище, оно не сможет. Оно просто погибнет. Вы здесь, когда идет откорм животное, вы меняете структуру его. Как бы самого расположения животного. К питанию, к вообще самой структуре. И здесь оно получается немножко другое направление. Кормовая база это заключается не только там, вы можете купить. В основном кормовая база заключается, это ваша личная земля, где вы можете сеяться, где вы можете планировать свое будущее. И не зависеть от рынка, не зависеть от хозяина земли, который через 5 лет придет вам и скажет, все, контракт на этом заканчивается. Я забираю землю, и вы остаетесь без паши. Самое главное, это нужно любить дело, которое ты будешь заниматься. Не бояться тех трудностей, которые в любом бизнесе. Нет того бизнеса, где ты все так легко. Это всегда кажется, когда ты на кого-то работаешь, кажется, заниматься бизнесом это так легко. Но любой бизнес это целеустремленность, да, ставить цели для себя. Идти вперед, стараться изучать новое, да, которое есть на рынке. Не жить тем же только там, вот там, отец сделал так, я буду тоже так делать. Надо всегда меняться, не стоять на месте. Сейчас время такое открытое, да, интернет, он дает возможности любую информацию взять, прочитать и внедрять это как бы можно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...